Омский обком КПРФ Соглашение понятно по поводу контроля за выборами, по поводу пресечения фальсификации выборов в Омской области. И уже сегодня мы знаем, как, где и что собирается делать эта власть. Сегодня представители Александра Алексеевича Кровец и Елена Борисовна Мизулина подпишут это соглашение. По окончанию мы проведем короткую пресс-конференцию. Вы разрешите приступать? Да. Да, я помню, что в Минске победил. АПЛОДИСМЕНТЫ Документы, да, которые вы передали, там подписаны? Да, все, подписаны. Да. Документы подписаны. Вы на самом деле... На последовавшей вслед за этим пресс-конференции лидер Омских эсеров Елена Мизулина отметила... ...именно КПРФ и ближе нам под взглядом, как левая партия. Кроме того, мы уважаем их за принципиальность, за честность, за последовательность. Мы можем расходиться в каких-то взглядах на какие-то вопросы, но мы признаем и уважаем силу и порядочность этой партии и фракции в Государственной Думе. Поэтому, несмотря на различные идейные разногласия, мы полагаем, что настал тот момент, 4 декабря, когда мы должны действовать солидарно. И это в интересах наших избирателей, в интересах амичей и российского народа. Причем мы хотим обратить внимание прессы и всех амичей, что на самом деле, тогда, когда отбирается открепительное удостоверение, это не просто нарушение, это преступление. То есть, фактически, у человека отбирают удостоверение и будут голосовать за него. Это фальсификация. До 4 лет лишения свободы. Александр Алексеевич Кровец подчеркнул, что совместными усилиями нужно сделать все возможное, чтобы на этих выборах победить Единую Россию. В том, что у нас область особенная, знают все, кто занимается политикой. 20 лет сколачивалась команда, которая высосала из области все соки. Добила ее окончательно, которая сейчас, в преддверии решающего политического события, пытается удержаться у власти любым путем и занимается и циничной ложью, и циничным шантажом. И олицетворением этого может быть программа «Губернаторский час», последняя программа, на которой заявлено, что якобы из-за того, что помечи поддержали Зюганова в 2000 году, нефтезавод ушел, хотя он ушел несколько лет позднее. И другое дело, был прямой намек на то, что если проголосуете не за Единую Россию, то отберут и последнее. Хотя, честно говоря, уже ничего не осталось в области серьезного, ни одного налогоплательщика. Область живет нищий, с протянутой рукой, мы живем за счет дотации. Да и в этом нас очень серьезно обсчитывают. Если не надеются, что здесь местная власть, когда у нас, к сожалению, бездействует правоохранительная структура, и она прикрывает все эти грехи, которые творились в Омской области в течение двух десятилетий, этим не кончается. Во-первых, надо понимать, что к маю заканчивается срок губернаторства господина Полежаева. Почему к маю? К маю, у него мая истекает срок. Не исключено, что раньше, если не пропустим. Вполне, ну да, если сработаем, это раз. Во-вторых, вся эта система, которая выстроена и покрывала и прокуратура, и Следственный комитет, и суды, мы знаем, какие в Омской области, это все придет в другое состояние. И те люди, которые будут убеждать, что ребята, делайте, что хотите, мы вас отмажем, говоря языком современной власти, не получится. Потому что пойдем за пределы Омской области. Кстати, вы знаете, что в Омской области работают иностранные наблюдатели. Оценка выборов, она беспокоит сегодня нынешнюю власть, тем более в преддверии президентских выборов. Поэтому, в целом, для борьбы за то, чтобы выборы у нас прошли честно, и результаты были, показывали объективно, показывали голосование о мячей, они сегодня складываются успешно. Я думаю, наши совместные действия позволят в огромной мере приблизить этот момент. Это еще какая-то тактика, я думаю, это разговор уже следующий. Мы шли как бы синхронно с КПР и не нападали друг на друга, заключались такого рода соглашения. Спасибо. Спасибо.